Одной из первых к арктическому форуму подготовилась гостиница «Артелеком». Все номера, а их 43, здесь уже забронированы. Дополнительно введен один-двухместный номер. Мы также работаем над повышением качества обслуживания, сервиса. В целом мы на сегодняшний день готовы к принятию участников. Гостиница «Двина» уже готова выдать участникам форума ключи от номеров. К событию здесь подготовились основательно. Проводятся ежедневные тренинги с персоналом. На седьмом этаже отремонтирован холл. В каждом номере обновлены стены и полы, заменена сантехника и система освещения. Мы установили кровати, бокс-спринги, на которых находится матрас. На матрасе топер – это некая перина. На топере на матрасник – это у нас такая матрешка составляющая. И все это мы заправляем красивым белоснежным постельным бельем из стопроцентного хлопка. В номерах этого отеля тоже белоснежное белье, но к приему гостей он еще, конечно, не готов. Речь о гостинице «Новотель» в Архангельске – самой северной в этой сети. Она откроет свои двери в январе 2018 года, но пилотные номера уже получили высшую оценку экспертов. Бренд «Новотель» владелец его в компании «Акор Хотелс» владеет гостиницами в 92 странах. Это мировой бренд. Глобальных замечаний специалисты компании не сделали. Были лишь частные рекомендации, связанные с улучшением качества потом эксплуатации самой гостиницы. Потому что очень важно не только то, как она будет сделана, но и как она в последующем будет эксплуатироваться. Пожарная безопасность, акустика, шумоизоляция, доступность для маломобильных групп населения. Все высокие стандарты соблюдены. Даже в пилотных номерах чувствуется комфорт. Для каждого из 90 номеров Архангельского «Новотеля» разработаны различные дизайн-проекты в едином стиле. Акцент сделан на видовые возможности отеля. Ведь река Северная Двина всего в 20 метрах. И из панорамных окон открывается замечательный вид на нашу Северную Двину. В Архангельске это будет первая гостиница в классе «Четыре звезды». Партнером проекта стал строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест». Мы рассчитываем, что это комплекс, который состоит из бизнес-центра, еще каких-то дополнительных услуг, ресторан здесь будет хороший. Все это вкупе даст хороший отель для наших гостей, в первую очередь для горожан. Следующий арктический форум мы будем здесь принимать наших гостей. А этот арктический форум еще до старта обнажил потребность Архангельска в новых современных отелях и реконструкции старых. Весь номерной фонд 26 гостиниц столицы региона Северодвинска, Новодвинска, Приморского района был забронирован для гостей грядущего мирового события еще месяц назад. Но потребность осталась. В такой ситуации помог рынок архангельской недвижимости. Помог и решил неплохо заработать. По информации риэлторов, горожане на время форума уезжают на дачу и с радостью сдают свою квартиру посуточно. Однушки, двушки и трешки в связи с прибытием форумчан уходят за 4-5 тысяч в сутки. Но есть и предложения из разряда без комментариев. У нас, наверное, рекордсменом по стоимости в сутки это было 150 тысяч за день. Но это соответствующий уровень комфорта, несколько уровней квартира. Многие, многие, кто даже не думал раньше о том, чтобы сдать квартиру, в общем-то, подстраиваются под реалии рынка, под запрос рынка. Действительно, на эти 4 дня предоставляют свои квартиры. Сумма в 150 тысяч сравнима со стоимостью номера в одном из итальянских отелей в Сардинии. То есть пятизвездный отель можно обустроить, как выясняется, и в спальном микрорайоне Архангельска. Да и желание заработать – нормальное явление для эпохи рыночных отношений. Как бы там ни было, приезд более полутора тысяч гостей, включая первых лиц иностранных государств – это серьезный вызов для Поморья. Приезжают люди со всего мира, достаточно с высокими должностями, поэтому я думаю, что удивить мы не удивим, но мы будем стараться, чтобы гости форума остались довольны. Доволенный Роспотребнадзор, серьезных нарушений ни в отелях, ни в ресторанах не выявлено. Все замечания были устранены еще до середины марта. Одним словом – добро пожаловать! Артемий Заварзин, Вадим Федосеев, Денис Линчевский, Александр Кузнецов. Семь дней в регионе.